добрый день всем я рада вас приветствовать на моем канале сегодня у нас переделки вы видите свитер который вязался примерно года два назад я про него рассказывала на канале я поняла что свитер мне разонравился и носить я его больше не хочу и я его решила переделать я его выстирала при температуре 60 градусов чтобы немножко скатать должна сказать что не все нитки скатались вот вы видите планочки да они пошли фалдами низ резинка тоже пошла фалдами то есть вот это нитка не скатывается скаталась по большей части коричневая полоска это были винтажные нитки сам горкой вот они скатались сейчас я его расчерчу и разрежу на прямоугольники давайте я сделаю на камеру чтобы и вам было видно что это не фейк и мне чтобы не потерять смелость вдруг передумаем хотят еще тут передумывать уже уже все скатана так и вот резинку попробую сохранить вдруг у нее и получится под распустить у меня тут коричневая полоска соседствует с сиреневой ниткой которая не скаталась и я стараюсь разрезать под коричневой ниткой чтобы держался край вот а тут так вот я разрезала получился один рукав второй рукав спинка и и как бы перед я здесь разрезать вырезать не стала разрезала полочку вот таким образом сейчас я хочу свитер отпарить отпарю и к вам приду вот я от утюжила отпарила детали совсем другой вид и сейчас я их буду подравнивать и разрезать и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok У меня над вот этим сиреневым рядом, который я подхватываю провязан ряд коричневой ниткой, которая скаталась. поэтому мне очень удобно что петельки не распускаются и я могу их свободно спокойно подхватывать не боясь что они спустятся и так довязываю сторону потом надо будет обвязать вертикальную сторону вертикальные стороны обвязывать проще чем горизонтальные при обвязывании квадратов я использовала столбики с накидом столбики без накида и 2 перекрещенных столбика с накидом вот по вот этой схеме вязаные ну и вот плед связан вот такая пена у меня получилась сиренево-белая абсолютно обворожительная мне она безумно нравится вот вот такое вот лилово-белая голубое такая красота были сделано две заплаточки потому что дырочки получались маленькие и закрыла тунисским вязанием вот это вот маленькая полтора на три сантиметра и с другой стороны она вышла вот таким вот вообще плед можно разглядывать долго вот ну и сейчас я попробую найти место в квартире чтобы разложить плед и показать его целиком размер пледа сто семь на сто сорок четыре сантиметра ну и немножко изнанки вблизи то есть как это выглядит с изнаночной стороны вот примерно вот так вот выглядит весь плед если мы развернем изнаночка изнаночная сторона естественно что все хвостики прятались хвостиков было достаточно много что-то пряталась в процессе вязания что-то пряталась в процессе соединения и и какие-то хвостики прятались уже после завершения работы вот где-то осталось не запрятанным забыла сказать край обвязан контрастной ниткой рачьим шагом тоненькой вот на сегодня это будет все я с вами прощаюсь если вам идея понравилась ставьте нравлики делитесь видео в соц сетях а я с вами прощаюсь всем всего хорошего и до новых встреч